Заседание открыл и провел губернатор Алексей Русских. Главной новостью совещания стало массовое отравление суррогатным алкоголем в Ульяновской области и в соседних регионах. Несколько человек скончались после употребления пивного напитка. Безусловно, наши медики борются за каждую жизнь. Минздравом подготовлены и разосланы специальные инструкции для экипажа и скорой помощи. В стационарах области созданы резервные терапевтические, гемодиализные и реанимационные койки. Усилено дежурство в профильных стационарах. В СМП приема пациентов полностью подготовлено токсикологическое отделение. Наши медики находятся на связи с ведущими федеральными токсикологическими центрами. В регион прибыл эксперт-токсиколог из Москвы. Проводятся консультации с реаниматологом Приволжского окружного медицинского центра ФМБА России. Большинство пострадавших – 37 человек из города Димитровграда. 11 из них с летальным исходом. За вчерашний день со всех точек изъят полностью этот напиток до обеда. Во всех средствах массовой информации – это и на двух цивилизованных каналах города Димитровграда, на 11 радиостанциях была размещена информация, каждый час транслировать о недопустимости. В случае, если приобрели этот слабоалкогольный напиток, его употребление и, соответственно, запрете. Семьям, в которых есть погибшие и пострадавшие от употребления суррогатного напитка, окажут психологическую и финансовую помощь. На аппаратном совещании также обсудили дорожный вопрос. В регионе продолжается ремонт транспортных магистралей. На эти цели направят более 2 миллиардов 300 миллионов рублей. Из которых основной объем средств – это субсидии дорожного фонда. И оставшаяся часть в размере 194 миллионов рублей – это софинансирование со стороны муниципальных образований Ульяновской области. На территории Ульяновской области продолжается реализация национального проекта «Экология». Федеральная финансовая помощь Ульяновской области до конца 2024 года в рамках проекта составит почти 5 миллиардов рублей. На сегодняшний день мы завершили реконструкцию уже объектов по на Ульяновску. И в 2023 году ведем активно работы, как Алексей Юрьевич сказал, по модернизации и реконструкции очистных сооружений правобережной части города Ульяновска и левобережной части города Ульяновска. Также активно работаем по городу Барыш. Целевой показатель, который установлен нам до конца 2023 года – снижение объема неочищенных вод на 230 тысяч кубов – будет достигнут. Президентом России поставлена задача достижения технологического суверенитета. В связи с этим еще один национальный проект, который реализуется в стране и в нашем регионе – наука и университеты. По итогам 2022 года во первом рейтинге, национальном рейтинге научно-технологического развития Ульяновсколы занимает восьмое место. Это, понятно, целый комплекс показателей, среди которых нужно выделить традиционно наши сильные позиции в честь изобретательской активности. По коэффициенту изобретательской активности регион занимает четвертое место в Российской Федерации. Тревожная новость пришла из Сурского района. В селе Лава обнаружена африканская чума свиней. Из-за нее придется уничтожить 1200 животных. На заседании также говорили о прямом авиасообщении с Дагестаном. Полеты планировалось запустить еще в мае. Теперь обещают открыть прямые рейсы в Махачкалу 1 июля. Губернатор подчеркнул, что этот рейс нужен нам летом. Вопросы финансирования решены. 12 июня в Ульяновской области с размахом отметят День России. Праздничные мероприятия и концерты пройдут с 10 по 12 июня. Приглашенным гостем станет певец Алексей Гомон. Он выступит на благотворительном концерте в ДК «Губернаторский». Валентина Никонова, Геннадий Бухтаяров, Уллправда ТВ.